Всем привет! Меня зовут Аня, это канал Рукоделии. Я совсем недавно вернулась с отдыха на море и хочу показать вам несколько образов с связанными вещами, поскольку такова тематика канала. И сначала я покажу те изделия, которые участвовали в образах. Часть из них я уже показывала здесь, а часть я связала непосредственно на отдыхе. И в конце видео я немножко расскажу о них, как и с чего связаны, если будет о чем рассказать, конечно. Надо сказать, что мы жили в отеле в непосредственной близости от моря. И у нас отдых довольно спонтанно организовался, поэтому мы решили здесь не мудрить и поехали просто в Турцию. Я не знаю, может быть кому-то надоел отдых в Турции, я всегда с огромным удовольствием туда еду, мне там нравится. Я это рассказываю к тому, что в зависимости от условий, в которых мы будем находиться, у нас будет разный гардероб, разные образы. Я, кстати, стараюсь брать меньше вещей, но чтобы эти вещи хорошо сочетались друг с другом и составляли разные образы. Так, давайте начнем с тех вещей, которые участвовали в образах. Итак, первая вещь, это вот эта вот авоська, которую я уже показывала, на которой у меня есть мастер-класс. Это авоська с пиццами. Я взяла вот эту вот маленькую, поскольку мне ее вполне было достаточно. И она по цвету мне больше подходила к моему гардеробу. Еще одна вещь, это вот эта вот накидка крючком, классная, здорово дополняет многие образы, немножко усложняет их и смотрится очень по-летнему. Совсем недавно ее показывала в одном из своих видео. Ремень из джута, также недавно вам показывала. Крайне универсальная вещь, очень мне нравится, очень им довольна. Во многие образы вписывается. Из связанного непосредственно на море, это вот такая вот панама. Сумка-корзинка, также связанная на отдыхе. И вот такая вот сумка-ведерко. Итак, давайте перейдем непосредственно к образам. Я буду подглядывать свой телефон, чтобы фотография была перед глазами, и я ничего не упустила и прокомментировала. Итак, образ номер один у меня на такую жару, дойти от номера к морю, например. Здесь у меня укороченный хлопковый топ, шорты на высокой посадке льняные, сланцы коричнево-рыжеватые. Образ такой в целом в светлых тонах. Из связанного панама и авоська. Про панаму чуть позже, по поводу авоськи. В эту поездку я даже не стала брать большую авоську, поскольку этой мне вполне было достаточно. Я внутрь клала бутылку воды, книгу, солнцезащитный крем и другие мелочи. Если бы мне нужно было брать с собой какие-то покрывалы или полотенца, то тогда я бы взяла большую авоську. Но в данном случае такой необходимости не было. Образ номер два. Здесь у меня хлопковый топ, очень тонкий, легкий, с бахромой по рукавам. На самом деле этот топ я ношу уже года 4, я думаю, или 5 даже. Я его покупала в Mango, и он мне так нравится до сих пор. Он вписывается во многие-многие образы. Здесь я его сочетаю с юбкой на запах, с валаном. Очень актуальная модель юбки, кстати, в этом году. Из связанного у меня ремень из джута и сумка-корзинка. На ногах у меня из подрильи, у которых также джутовая подошва. Я их покупала, по-моему, в Mango в этом году. Итак, следующий образ у меня вот с этой рубашкой. Она очень тонкая, легкая, свободная и самая подходящая, наверное, для жары. Поскольку она прозрачная, внутрь я надеваю укороченный топ. В этом образе я ее сочетаю еще с шортами. Наверное, можно их назвать бермудами, я точно не знаю. Они голубого цвета, и они хорошо перекликаются с этой рубашкой. Здесь тоже есть полоски голубого цвета. На ногах те же самые из подрильи с джутовой подошвой. Панама из рафии и сумка-ведерка со звериным принтом. Еще один образ с укороченным белым топом, со свободными шортами, льняными, о которых мы уже говорили. И из связанного здесь у меня накидка, и в качестве сумки подходит как сумка-корзинка, так и сумка-ведерка. И та, и та смотрится здорово. И на ногах у меня здесь просто сланцы. Еще один образ с белым топом, с красивыми вырезами на спине. Брюки на высокой посадке, брюки-пилоты, яркой, красочной, тропической расцветки. На ногах у меня здесь эспадрильи, и в качестве сумки можно как сумка-ведерку, так и сумку-корзинку использовать. Еще один образ, последний на сегодня, опять та же самая юбка с валаном на запад. Она, кстати, из вискозы, белый топ, и я бы даже сказала майка, она на несколько размеров больше, и тем она удобна, что можно завязывать узлом спереди. Поскольку майка здесь достаточно простая, может быть скучная, то здесь я использую аксессуары, цепочки вместе с монетками, которые также актуальны этим летом. И вот такие вот заколочки с жемчугом и простые невидимки. На ногах у меня здесь эспадрильи, и в качестве сумки, опять же, либо сумка-корзинка, либо сумка-ведерка отлично сюда вписываются. Размер сумки зависит от необходимых вам вещей, которые туда нужно положить. Еще из связанных вещей я брала вот этот вот топ, который уже много раз показывала, и отдельных образов я с ним не снимала. Но хотелось бы ответить на вопрос, не жарко ли в нем в жару? Честно говоря, у меня даже мысли не возникало надевать вязаную вещь именно в жару, поскольку я жару очень плохо переношу, и стараюсь надевать максимально тонкие легкие ткани, а это все-таки вязаная вещь. Но вечером, когда солнце уже заходило, в нашем случае, за горы, эта вещь была очень даже актуальна и комфортна в носке. Еще из связанного, но не вошедшего в образы, что я брала с собой, это вот эта круглая сумка. Тоже ее много раз показывала, очень универсальная, часто ее использовала, носила. Есть мастер-класс на моем канале по вязанию именно этой сумки. И хотелось бы также ответить на вопрос, почему я не показываю в мастер-классе, как вшивать в нее молнию, как делать подкладку и так далее. Все дело в том, что в этой сумке у меня этого нет. Я эту сумку использую без подкладки, без замков, считаю, что для этой сумки это лишнее. Максимум, что у меня сделано, это кнопка. Мне этого вполне хватает для летней сумки, мне кажется, этого достаточно. Также я не понимаю, зачем делать молнии вот в таких сумках-корзинках, мне кажется, они здесь вообще лишние. Здесь у меня тоже кнопочка, ну поскольку это для меня лично очень удобно. Здесь есть подкладка и есть карманчик. Вот карман, вещь нужная и удобная. Подкладка в этой сумке была необходима, поскольку узор плетеный и полотно такое достаточно дырчатое. Поэтому подкладку я сделала, вшила. Подкладка изо льна. Ссылку на вязание этого узора я оставлю внизу под видео. Обязательно посмотрите. Очень классно смотрится, мне кажется. Связана сумка крючком из рафии. Связана она из такой рафии, из пая от Wellmay. И на такую корзинку у меня ушло две полных таких бобинки и треть от третьей бобинки. То есть расход достаточно большой. В основе этой сумки есть вот такое донышко. Оно не кожаное и даже не эко-кожа. Мне кажется, это клеенка. Ну то есть картон, обклеенный клеенкой. Это донышко я заказывала на Алиэкспресс. Оно жесткое, оно не такое яркое, как сейчас передает камера. Здесь есть ножки, но скорее всего в скором времени они уже почернеют. Итак, я обвязала это донышко крючком номер два с половиной. Провязала узором плетенка где-то одну треть от всей корзинки. И перешла на крючок номер три. То есть оставшуюся часть я вязала крючком номер три. За счет смены крючка на больший и получилась вот такая немножко расширяющаяся кверху корзинка. Довязав до нужной мне высоты, я провязала один ряд соединительными столбиками. И как бы с внутренней стороны провязала еще один ряд столбиками без накида, чтобы под этот ряд спрятать саму подкладку. То есть к этому ряду столбиков без накида я ее и пришивала. И потом уже когда сумка была готова, я прошила тамбурным швом, вернее провязала крючком вот такой вот узор, зигзаг, остатками рафии другого цвета. Далее ручки я привязала, привязала также с помощью крючка, но на самом деле хорошо было бы пришить сначала какой-нибудь леской тоненькой или чем-нибудь более крепким, а потом сверху уже провязать рафии, потому что рафия, ну не совсем прочный материал, скажем так. Ручки я также заказывала на Алиэкспресс, но не совсем ими довольно, поскольку одна ручка у меня пришла более или менее ровной, а вот вторая немножко, во-первых, кривоватая, а во-вторых, вот эта обвязка стала немножко опадать. В любом случае, меня просили оставлять ссылки на все то, что я показываю, то есть на донышко и на ручки, я оставлю ссылки, если, конечно, их найду, то есть если товар еще есть в продаже. Конечно же, у меня сел микрофон, еще ни разу мне не удалось спокойно сесть и записать видео, обязательно происходит что-нибудь. Сумка-ведерко со звериным принтом, бамбуковыми ручками, мне очень нравится, как получилась эта сумка. У меня в задумках она была довольно давно, я не показывала ничего подобного в планах на лето, только потому, что ничего подобного я и не нашла в интернете, но в голове у меня была такая идея. Кстати, звериные принты продолжают быть актуальными, поэтому я оставила схемку вязания такого узора в инстаграм с фотографией с этой сумкой, соответственно. Здесь я использовала два цвета, соломенный и карамельный. Вязала эту сумку из той же рафии. Донышко этой сумки такое же, как и у сумки корзинки, только оно круглой формы. И еще важно отметить, что когда мне пришли оба этих донышка, я заказывала у одного продавца, они имели очень сильный специфический запах. Я вязала это донышко рафии карамельного цвета и далее начала уже вязать согласно схеме столбиками без накида по спирали, подхватывая за заднюю стенку петли. В ширину, то есть в одном круговом ряду у меня здесь получилось 4 раппорта, а высоту я провязала меньше, чем указано в схеме. То есть здесь у меня где-то 33-34 ряда, я уже точно не помню. И в самом последнем ряду я вставила одну леску ригелина, чтобы край был более ровным. Вот эти ручки бамбуковые я заказывала также на Алиэкспресс. Их пришила здесь просто рафии, но, конечно же, нужно переделать и пришить чем-то более прочным. Но с собой в поездку я ничего такого не взяла, поэтому пока так, но нужно переделать. Эти ручки изначально я планировала пришить вот к этой корзинке. И для этой сумки у меня была другая задумка. Я хотела сделать длинные ручки с деревянными бусинками по всей длине этой ручки. Но, опять же, с собой ничего такого не было. И я приложив вот эти ручки к этой сумке, я поняла, что они прямо созданы друг для друга. Несмотря на то, что эти ручки кажутся довольно большими для такой маленькой сумки. Но если бы я сюда пришила ручки поменьше или маленькие, то сумка бы выглядела просто-напросто игрушечной, какой-то детской. А вот так, мне кажется, очень даже гармонично и выглядит прямо как настоящее ведро. Сумка-ведро. Внутри сумки есть подкладка в виде мешочка на кулиске. Очень часто сейчас я вижу, что вот эти мешочки их прямо достают, чтобы их было видно. Вот таким вот образом носят. Я планирую снять отдельное видео о том, как вязать такую сумку. И там рассмотрим все более подробно. И я случайно удалила кусочек видео, где подробно рассказывала об этой панаме. Но если коротко, я ее связала по описанию Валю Суходол. Если вы вдруг не знаете Валю, то ссылка на ее инстаграм или сайт будет внизу под видео в описании. Единственное отличие здесь в том, что я провязывала столбики без накида за заднюю стенку петли. Лично мне так больше нравится и чаще всего я вяжу столбики без накида именно так. Эту панаму я вязала из рафии в пасме. Такую рафию я уже показывала в одном из своих видео. Здесь немножко другая расцветка. Здесь переплетены две нити, если их можно назвать так. Одна карамельного цвета, другая белого. За счет чего получается такой интересный эффект. Как я уже сказала, панаму я связала на море. Слегка ее отпарила и она хорошо держала форму. Но когда я вернулась домой, отпарила ее еще раз и видимо перестаралась. Она стала совсем мягкой и потеряла форму. Может быть мне нужно было брать для этой панамы крючок поменьше. И еще одна вещь, которую я начинала вязать на отдыхе, но не закончила. Это вот такой укороченный топ резинкой. Резинка 3х2 здесь. Не закончила я его лишь потому, что решила заснять, как я вывязываю вот эту верхнюю часть этого топа. То есть до пройм у меня было связано, а эту часть я уже снимала на видео, будучи уже дома. На самом деле я вязала подобный укороченный топ в прошлом году горчичного цвета и показывала в готовых работах и рассказывала, как я его вязала. Но все равно было достаточно много вопросов, поэтому я решила заснять именно вот эту верхнюю часть. Это не будет полноценный мастер-класс, но скорее как описание моего видения того, как можно связать такой топ. Один из множества вариантов. Этот топ также можно связать и стандартной длины. У меня это укороченный топ, мне такие топы тоже очень нравятся. Я его только закончила, еще не просматривала материалы, но надеюсь, что-нибудь получится. На сегодня это все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь. Мы с вами увидимся в других видео. Вяжите с удовольствием. Пока!